Боль не входит в тему лекционного курса, боль практически не входит в тему практических занятий, это минимально, это уже из лекций для клинических координаторов, интернов и для врачей. Поэтому бонусом за то, что вы отказались от перерыва, вы получите тогда мой рассказ о боли, это уже уровень здесь студенческий переходит в уровень врача. Ну давайте, ладно, так как это всего лишь один раз в год, то я могу и свое время тоже потратить и рассказать вам про боли. Сейчас единственное, я возьму себе стакан воды, потому что очень долго говорил, и мы поговорим с вами о боли. Одна минута. У меня есть еще один бонус. Недавно записали видео для, не для студентов, а для граждан, для новгородцев, записали видео, где я рассказываю про четыре причины головных болей. Это видео, кто захочет, когда мы закончим с вами сегодня лекции. Я надеюсь, что мы их закончим в начале четвертого. Не в четыре, а в начале четвертого я вам поставлю ролик, видео про головную боль. Кто захочет, его посмотрит. Он на YouTube, я его, наверное, выкладывать не буду, потому что он, был этот ролик записан фирмой, а я еще не посмотрел, что эти права принадлежат фирме или мне. Поэтому я вам сейчас в приватном зуме покажу этот ролик в самом конце передачи. Итак, боли. Пациенты к нам придут, жалуются на боль. На боль жалуются все. Поэтому, конечно, самая интересная тема в неврологии. Да и вообще в медицине. Местные. Это тогда, когда совпадает с поражением рецептора. Тогда это будет местная боль. Ее очень легко локализовать. Проекционные боли. Поражение в одном месте, ну, например, корешком сдавлено, грыжедиска межпозвонкового сдавлен корешок, а болит нога. Пациент что будет делать или необученный гражданин? Он будет натирать и мазать ногу. Потому что он специального образования же не имеет, он будет ногу мазать. Хотя это на дистанции, причем на полуметре разница. Вот, проекционная боль. Ирдирующая. Поражен один корешок, а зона будет большая, потому что мышца иннервируется несколькими корешками. Или, например, связка фасция иннервируется несколькими корешками. Один корешок, фасция большая. Может быть, спазм или боль может перейти в целый регион. Отраженные. Зоны Захарина и Геда. Вам упомянут о них на лекциях или практических занятиях по внутренним болезням. Реактивное. Нужно сдавить или натянуть нерв при проверке симптома натяжения, симптом лосега или симптом нери, когда мы хотим узнать, есть ли поражение нервов и мышц. Если мы просим пациента согнуть голову, если он сгибает с болью симптомной боль, поражение нервов и мышц. Если он вообще не может согнуть голову, а боли особой нет, мы вообще думаем, что это ригидность мышц затылка. И менингита или субархноидальное кровоизлияние. Фантомные. Каузалгии. Боли вместе с анестезией. По определению ИАСПА, Международной ассоциации по лечению боль, боль – это неприятное ощущение, но и эмоции. Связанные не только с действительным, ну то есть туннельным синдромом или сдавлением грыжей диска, или ударом по нерву, например, или сдавлением гематома, а также возможным повреждением ткани. Получается, по международному определению, плачущая девушка, которой кажется, что у нее болит спина, потому что она виделась с соседку, у которой болит спина, и она ходит с Агберной каждый день. И эта плачущая девушка назовет свои ощущения болью и придет к неврологу, и невролог должен будет назвать во всем мире, потому что это международное определение, он должен будет назвать это состояние, этой плачущей девушке, которой кажется, что у нее где-то болит, он должен будет назвать, согласно этому определению, это болью. Вот, и чтобы разобраться с этим, нужно определиться вообще, кто перед нами. Дело в том, что лекарство назначишь не то, эффекта не будет, и мнение о таком враче будет естественно, что этот врач не помог. Лекарство потрачено, гастрит заработан, а эффекта нет. Поэтому мы должны четко понять, если это пациент для нестероидных противовоспалительных препаратов, то есть кетарол, эндометацин, деклофенак, сургам, декскетопрофен, фастум местный, наис, немесил, пациент с норсоцептивной болью, то мы должны посмотреть, что боль четко локализуется пациентом. Он описывает четкое место, округляет пальцем данную зону. Здесь можно увидеть, что изменена кожа, изменены ткани, там был факт воспаления, травма. И эта боль возникает из-за того, что повреждены ткани, сдавлены рецепторы именно в ткани. Но асцептивная боль будет хорошо поддаваться лечению нестероидными противовоспалительными препаратами, которые я вам рассказал. В том случае, если у пациента опухоль таламуса, постинсультная киста в подкорке головного мозга или спинном мозге, опухоль спинного мозга, сдавленный корешок туннельным синдромом в запястье, в кубитальном канале, в спинальном канале, сдавленный грыжи диска корешок спинном мозгового нерва, то эта боль никакими НПВСами, нестероидными противовоспалительными средствами купироваться не будет. Это боль на отдалении. Эта боль со всеми видами предъявляет пациент извращенные виды чувствительности. Эта боль постоянная, она неприятная, она ничем не купируется тем, что есть у него в домашней аптечке. Эта боль из-за повреждения нервной системы, как центральной, так и периферической, или то, или другое. Это нейропатическая боль. Она лечится по законам лечения нейропатической боли, и препараты у нее совершенно другие. Эта гражданка, которая к нам пришла, я вот начал с вами рассказ обсуждать девушку плачущую, она может иметь третий тип боли. Четвертого не дано, психогенную боль. Она тоже придет к неврологу. И ее сразу же отдать психиатру как бы нельзя, потому что она пришла со словом «боль». Мы должны сначала исключить все органические причины. И когда мы уверены, что органических соматических причин для боли нет, только потом отдать специалисту по душевным болезням, чтобы не пропустить какую-то соматику. И потом не получить юридические претензии от пациента. Поэтому, естественно, она придет к соматическому специалисту. Это будет хирург, терапевт, невролог, стоматолог, лор, реже окулист. Психогенная боль. А вот тут есть фармакотерапия, есть психотерапия, вплоть до гипнозов. Тоже совершенно другие моменты. А бывает пациент, у которого находятся причины все три вида. Он полиморбиден, данный пациент. И у него, получается, есть симптомы всех трех видов болей. Получается, что это смешанная боль. И нам нужно выбрать какое-то одно лекарство, с которого начать. Один путь. Потому что, если мы начнем сразу же пациенту все три вида воздействия на ноциоцептивную, нейропатическую, психогенную, во-первых, мы не узнаем, какое же лекарство подействовало, и какой же был диагноз самый верный. Потому что они друг друга маскируют. И мы не узнаем, чем продолжать лечение. Не всеми же тремя препаратами. И при взаимодействии большего количества препаратов, естественно, возникает риск побочных осложнений. То есть вот эта полипрагнозия, когда пациент принимает большое количество лекарств, конечно, опасен для здоровья. Вот поэтому нам, конечно, при смешанной боли надо попробовать вычленить того компонента, который больше выражен, и начать лечение с него. Ну а потом уже, собственно, это. Потом. Есть такая ситуация, что приходит пациент и говорит, ну мы назначаем лечение, он возвращается через две недели. Это стационар, амбулатория, нету особенной разницы. И врач, который назначил лечение, через две или иное время, недели спрашивает, как у вас дела, изменилась ли ваша боль. Пациент говорит, ничего не помогло, ваше лечение безэффективно, дайте мне что-то другое. Такая ситуация может быть, как защититься от нее. Потому что это же субъективное чувство, как ты его в баллах-то выразишь. Оказывается, можно, во всем мире это используется. Есть так называемая ваша, визуально-аналоговая шкала ваш боли, где на 10-сантиметровой линейке при первичном приеме мы предлагаем пациенту, это ВОЗовская рекомендация, да, ВОЗ в том числе, мы предлагаем пациенту показать пальцем, где 10 нестерпимая, 0 или 1, это ее отсутствие, где же находится ваша боль. А потом, назначая лечение, он приходит на второй визит через какое-то время, и мы говорим, покажите, и записали первые данные в амбулаторную карту, и второй визит мы тоже отмечаем, сколько баллов нам указал пациент. Он явился первый раз с 8 баллами, а на второй визит показывает 5 баллов, что это вот умеренная боль. И говорит, мне ничего не помогло. Вы отлистываете карточку назад, показываете ему, что 2 недели назад вы предъявляли сильнейшую боль, которая мешала вашей жизнедеятельности, это 8, сегодня у вас 5, вы можете трудиться, вспомните сами. Значит, лечение, которое я, доктор, выбрал, значит, оно эффективно. Пациент задумывается на секунду, говорит, а то и правда, мне же стало легче, я не мог ходить, я не мог спать, просыпался из-за боли, не мог поднять больше килограмма в руку, а сейчас-то я могу, и пациент, получается, уходит довольный с вами, и вы не назначаете второе, по второму кругу препараты, и вы не продлеваете листок нетрудоспособности. Все довольны, пациент быстро вылечил и дал вам положительные рекомендации. То есть ваш визуально-аналоговая шкала – это попытка очень удачная объективизировать субъективное чувство боли. Ну, вот этой шкалой, конечно, надо пользоваться. Зона сегментарной иннервации полосатого человечка я вам показывал. Мы все время смотрим, по какому типу данный человек предъявляет болевые ощущения. Самый первый наверху мужчина – это пациент с поражением ствола головного мозга, потому что у него лицо, чувствительность нарушена справа, а слева у него по гемитиму, кроме лица. Получается перекрест. Перекрестное распродонарушение чувствительности – это только ствол мозга. Если бы было все по гемитиму с одной стороны, это полушарие. Это спинальный больной. Вот здесь вот на уровне спинальный. А это полиневрит, про который мы с вами говорили. Перчатки, носки. Грыжа диска сдавила корешок. В норме у нас очень быстро переносится нервный импульс, благодаря перехвату ран Е, от клетки возбужденной до органа эффектора. В случае, если поражен нерв какой-то болезнью, например, аутоиммунная демилинизация. Это кто? Это вирус нейротропный. Какой вирус? Например, вирус COVID-19. Он избирательно поражает обонятельные волокна и запаха не чувствует большое количество пациентов. Идет денервация. Часть вкусовых, отчасти пациентов вкусовые волокна поражаются тоже. Денервация. Любой другой нейротропный вирус, который денервирует, денервирует, получается, денервирует какое-то волокно, соответственно, волокно перестает работать. Почему оно перестает работать, если у него происходит демилинизация? Скорость передачи по волокну очень важна. Ну вот смотрите. Я захотел дотронуться до носа. Я это придумал, передал на орган эффектора мышцы, и действие произошло очень быстро. Скорость чем выше, тем толще волокно. Для того, чтобы передать мое желание от мозга до стопы, должно диаметр нервного волокна быть вот таким большим. Одного нервного волокна. Одного. Но там нервных волокон очень много. Это получается, нервный ствол был бы в полметра охватом. А у меня нога-то не полметра охватом. Как решила природа. У мухи, кстати, нету вот этих вот мейлиновых, нету перехватов рангей, нету мейлиновой оболочки. У нее решена скорость движения крыльев, решена природой или кем-то решено толщиной нервного волокна. Но муха сама маленькая. А человек-то высокий, длинный, ему нужна скорость еще выше, а толщина нервного волокна должна быть малипусенькой. Она придумала мейлиновую оболочку, где потенциалы действия перескакивают через часть клетки, перескакивают вот в эти перехваты. И импульс движется гораздо быстрее, чем сама длина. Если часть перехватов исключаются из работы, то замедляется движение импульса, и он становится неактуальным. Я говорю, стопа согнись. Я хочу произвести движение ногой. А она согнется, предположим, через 5 минут. У меня через 5 минут-то уже будет неактуально. Поэтому демилинизация, отсутствие функции движения, но в том числе пациент предъявит различные виды жалоб, которые как раз будут характерны для нейропатической боли, не для ноцецептивной боли. он скажет, прострелило током, холодом, обожгло, ноет, изворачивает и так далее. Нейропатическая боль. И все виды симптомов, которые только могут быть, пациент может предъявить при поражении нервной системы. Ну и мы еще с вами поговорили о плачущей девушке. Если она плачет до 3 месяцев, это один диагноз. Это, вероятно, ипохондрическое тревожное расстройство. Но если она плачет уже дольше, чем 3 месяца, можно подумать, что это уже другое заболевание. И дело в том, что определиться, кто же был первичен, депрессия, боль или боль, депрессия, очень тяжело. Но дело в том, что у пациентов, у которых есть хронические, например, головные боли, это вот ХГБН, до 87% в периоде, периодические статьи в нашей литературе считают до 80-70%, что, может быть, это пациенты уже с депрессией. Так, в принципе, депрессии довольно много, до 20%, то есть практически каждый пятый в России, как бы это еще пока не принято, а за рубежом довольно принято назначать антидепрессанты.